приступим к планированию маршрута вкладка план планим рут ждем выбираем создать новый рут наводим курсор с помощью колесика 3 квады на нужное место карты где будет начинается маршрут затем левой кнопкой 3 квады щелкаем карте один раз является первая точка дальше тянем курсором с помощью колесика и также кликаем левой кнопкой на протяжении маршрута создаем пока предварительный маршрут мы сейчас делаем из порта гданьска выход из порта на рейд гданьска и последняя точка так мы завершили последнюю точку и вот таблица появилась с нашим маршрутом в ней есть некоторые нюансы на точка красном горит 7 с не какие-то проблемы система не может ее принять радиус поворотами то ли скорость сейчас посмотрим поближе на карте пройдемся по маршруту и приблизим чуть-чуть и вот эта седьмая точка сразу видно что здесь две лишние точки потому что обычно один поворот мы стараемся делать одну точку поэтому эти две точки мы удалим правой кнопкой трекпада нажимаем на точку кликаем редактировать на что творится теперь мы можем производить мультипуляции с ними снова трекпадом правой кнопкой и удаляем и со второй точкой делаем самая правой кнопкой трекпада так теперь надо переместить вот эту точку чтобы на парике шла и возможно изменить радиус кривизной траектории а может быть и не надо иметь вот сразу все красное пропало система может принять эту точку если нам надо ее сделать красиво чтобы она пошла по двеечке посмотрим какие точки можешь потом можно редактировать чтобы отредактировать точка переместить или не зажать левую кнопку трекпада и крутить шариками зажимаем точку и перемещаем когда нужно место поместили точку отпускаем так чтобы добавить точку в маршрут вот здесь допустим нам надо по стуру идти и нас тут одной точки не хватает наводим курсор над линией маршрута правой кнопкой зажимаем нажимаем правую кнопку в меню выбираем добавить дальше переносим его таким же способом как и предыдущего зажимаем левую и тянем шариком нужно место когда дошли на нужное место отпустили добавим еще пару точек замечу что это только предварительная прокладка пока карт нету на этом маршруте мы просто предполагаем что здесь можно идти на будут карты будет проще это все делать чтобы добавить имя точке допустим осмыска станции мы уже написали вот допустим буй какой-то и дали доклада мы будем делать просто наводим курсор на таблицу кликаем левой кнопкой трекпада и пишем с помощью клавиатуры добавим имена к остальным точкам важная информация такие как доклады есть два способа обозначить на каждом нужно вот точку написать доклад но более интересный способ наглядный с помощью вечерской карты мы рассмотрим это следующий кладки в юзерчат нажимаем юзерчат и вот здесь список пользовательских карт поэтому маршрута еще нету поэтому мы создадим вот здесь допустим нам нужно будет добавить доклад допустим еще один доклад и добавим еще позвать матросов для того чтобы подготовили сдачу лосману и здесь доклад для этого пока все это закроем сохраним маршрут гданьска на рейд гданьска теперь можно закрыть но сохранилась в памяти и переходим во вкладку в плане лизерчат открылась менюшка новый новый поле новая пользовательская карта выбираем то что мы хотим нанести линию текст и стрелочку круг территорию левый кнопку нажимаем на нужном месте где начинается и когда заканчивается правой кнопкой трекпада закончить по им еще в пользу и карте текст чтобы мы могли написать ним что-то от лейбл добавляем пишем что нужно связаться с трафиком на канале 71 так написали и сделаем еще не несколько правок добавим это линии еще вайбл произведем аналогичную мультипляции с еще одним докладом в ней же будет сразу после 8 станции буйна не нужно докладываться вот там тоже самое делаем линию проведем выбираем на свободном месте карте кликаем левой кнопкой еще раз левой правой кнопкой финиш и добавим лейбл кликнули на карте где лейбл будет написали и затем можно на свободном месте карте прикликнуть он сохранится еще один лейбл позвать матросов для того чтобы сдать сдали 8 хорошо нужно такого плана по марке можно делать для маршрута либо если необходимую пометку какую-то сделать но это не ручная корректура карт ручная корректура карт будет записано следующем следующем видео сохраняем пользовательную карту написали имя и комментарии кликнули сохранить заходим снова в наш маршрут и теперь во вкладке пользователей карты в конце должен появиться наша пользовательская карта нужно поставить галочку напротив нее и появилась стрелочка возможность перенести на маршрут переносим на маршрут левой кнопкой трекпада можно сохранить теперь все наши пометки доклады линии присоединены к маршруту вкладка оптимизация здесь мы можем таблички составлять либо когда мы приходим в нужную точку заданной скоростью либо табличка дает нам предположение по скорости чтобы мы могли прийти в нужную точку в заданное время самое полезное наверное максимальный максимальная скорость мы сдаем дату отхода и справа компьютер рисует табличку с времени прихода каждую из точек выбираем максимальную скорость и ставим дату отхода допустим мы знаем что по этому маршруту мы пойдем послезавтра в 17.00 ставим время и можно посчитать и вот он изменил табличку на время в которое мы придем в каждую из этих точек и если выйдем 17 января двадцатого года 17.00 вот с этой скоростью с 8 с половиной узлов применяем маршруту и сохраняем его в маршруте впоследствии мы можем использовать по информации по маршруте когда его запустим параметры сигнализации safety control такой же как настройка стоит дальше посмотрим конкретнее чекрут можно на всем протяжении маршрута или на каждом отдельном участке лучше всего наверно на всех участках маршрута то есть на всем маршруте safety control такой же как настройка по молчанию будет идентичный 20 метров как мы настроили но для конкретного маршрута можно есть возможность изменить safety control это вот это расстояние между темно-синим и синим то есть где район в который при входе в который будет всего доброго до свидания сигнализация какая-то срабатывать андеркиль клиренс следующая это количество воды под килома здесь табличка вот этот андеркиль клиренс то есть при минимальный андеркиль клиренс при котором будет сработать сигнализация на маршруте и уменьшим его до допустим двух метров и возьмем три метра смотрим что будет скорее всего не даст нам проверка маршрута там слишком мелко на выходе изданьска три метра там не будет следствием меньшим до единицы сохранить прежде чем запустить маршрут его надо проверить на ошибки всего лишь одна кнопка нажимаем выдает нам табличку с какими проблемами на маршруте вот эти желтые квадратики это означает что-то не так приблизим посмотрим конкретнее каждую ногу просматриваем допустим основные предупреждения safety contour и карты не обновлены ну после того как мы закажем карты проблема идет с safety contour мы потом его уменьшим посмотрим что в идеале должно у нас получиться проверяем каждый каждый участок маршрута выясним какие основные проблемы имеются как уже раньше мы выяснили safety contour карты не обновлены термита нету кажется карты нету и андеркель крэс в принципе вот эти все решаемы давай сейчас попробуем посмотреть что будет здесь какую-то точку переместить на берег и какого рода ошибки выдаст проверка маршрута так вот попробуем добиться того что можно с квадратики были не желтые и красные допустим принесем точку на берег храним и снова проверим маршрут и уменьшим масштаб красным высочился сейчас машина и квадратик уже не желтый а вот красный то есть это вообще неприемлемо все желтые туда-сюда еще еще можно желательно чтобы их вообще не было красный что-то действительно серьезные проблемы вернем точку назад сейчас попробуем выгрузить этот маршрут в челленджер и заказать карты данный участок для этого сохраним маршрут и выйти